Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на очередной дискуссии из цикла, который мы делаем вместе с нашим партнером компании LG Signature. Меня зовут Екатерина Кочеткова, я заместитель директора Пушкинского музея. Сегодня я буду модератором разговора на совершенно потрясающую тему, которую мы условно назвали «Отцы и дети в музее». А на самом деле речь пойдет о том, что любой музей, наверное, и Пушкинский в том числе, это дом для целых творческих династий, которые сюда приходили, приходят и будут приходить в нескольких поколениях. Я представлю вам участников сегодняшнего разговора, и вы сразу все поймете, о каких замечательных династиях идет речь. У нас неожиданная удача, потому что у нас должен был быть один архитектор АС, а у нас их на самом деле целых два – Евгений Викторович и Кирилл, отец и сын, Марина Лошак, директор Пушкинского музея, Михаил Каменский, искусствовед и Платон Инфанте, художник. Таким образом, у нас одна династия представлена двумя участниками, а три другие представлены одним участником. Я хочу первый вопрос задать каждому из присутствующих. Можете немного рассказать о вашей династии, о вашей семье? Что она собой представляет, чтобы наши зрители знали, какой мощный интеллектуальный десант у нас сегодня собрался? В любом порядке, как вам удобно? Ты про династию будешь говорить? Я сейчас, знаешь, младенца позову, он расскажет. Ну, когда я родился, я ничего не помню. И когда я попал в музей, я тоже не помню, потому что он как-то всегда казался уже мне знакомое место какое-то. Поэтому трудно сказать, насколько давно я в нем бываю. Мы ему на днях обсуждали, когда я тут появился. Отец тоже не помню, когда он здесь появился. Да. Ну, значит, я отвечу на вопрос, Катя, про династию. Значит, у нас династия действительно потомственных архитекторов, причем петербургских. Начинается это все в Петербурге, и только после войны и блокады родители переехали в Москву, и тут я и родился. Папа архитектор, дед был инженером, конструктором, строителем. Отец закончил Академию художеств. Я по неизбежной уже стезе поступил в архитектурный институт. Кирилл вслед за мной тоже поступил в архитектурный институт. Теперь растет. Следующее поколение, наверное, тоже поступит, но, надеюсь, не в архитектурный институт, в мою школу-марш. Вот, такова история нашей династии. Что касается музеев, то отец, ну, как такой настоящий трепетный петербуржец, ленинградец, он, конечно, был специалистом по Эрмитажу. И, ну, так, не могу сказать, что первый мой музей был в Эрмитаж, но как бы он всегда был, был как бы, по статусу всегда был первым. Но здесь очень много времени провел я тоже в детстве, и потом об этом могу сказать отдельно. Это будет отдельный вопрос. Марина, расскажите про вас. Я, как человек, который сейчас работает директором Пушкинского музея, должна сказать, что чувствую себя причастной и к династии асов, и к династии каменских, и, соответственно, к династии со стороны Платона тоже вполне, потому что это все люди, которые неразрывно связаны с историей музея, которых я очень люблю, и с которыми мы работаем. Не просто потому, что они сидят рядом со мной, это не просто посетители нашего музея, это не просто люди, выросшие здесь, а все это так, так или иначе. Но это еще и люди, которые являются частью музейной жизни, с которыми мы делим все наши многочисленные идеи, иногда очень хочется как-то мне точнее их обозначить, очень, как говорили раньше, завиральные, то есть очень преувеличенные в своем ожидании, но всегда осуществляемые, не случайно теми людьми, которые сидят рядом со мной. И Женя, и Кирилл, и его прекрасная жена Надя, это те архитекторы, которые потрясающе работают с музейными пространствами, и ничего про это сказать другого нельзя. Архитекторов много, но людей, которые чувствуют эту структуру, эти особенности, и которые умеют очень деликатно, очень тонко и очень интеллигентно войти в ткань музея, крайне мало. Список этих людей, он очень короткий для меня лично. Тут рядом со мной сидят люди, которым я всегда могу доверить. Хотя надо сказать, что Евгения Асса мы поделились с Третьяковской галереей. Как-то так случайно получилось, что Евгений Асс работает в Третьяковской галереи, делает там прекрасные совершенно выставки, как архитектор, действительно очень удачные проекты Третьяковки. Мы же каким-то не странным, а очевидным образом выступаем со стороны младшего жениха, то есть со стороны Кирилла и Нади Ассов, которыми делали наши самые сложные проекты вместе, которые, казалось бы, трудно доверить кому-то еще, кроме нашего собственного дизайнера-архитектора Анны Каменских, очень тонкого человека, очень талантливого. Но, тем не менее, пожалуй, вы знаете, Кирилл и Надя – это единственные архитекторы сейчас, с которыми мы работаем, кроме нашего собственного архитектора. Но да, больше ни с кем так случилось. Поэтому, так сказать, эта династия здесь очень хорошо представлена. Вы ничего не сказали про младшего человека, который вырос в музее, который демонстрирует, как династии, собственно, живут. Вот, скажите хоть два слова про самого маленького, он у нас на глазах тут растет. Прекрасно себя чувствует. Надеюсь, что еще побегает между полотнами, и мы будем в ужасе бросаться, пытаясь спасти драгоценности от него. Мы его видели, когда он еще не появился, в животе его прекрасной мамы, когда мы работали с ней как архитектором. Потом мы увидели впервые его фотографию, когда он родился. Потом мы наблюдали его здесь, уже в музее, когда он был привязан к ее животу. Вместе с папой здесь кружил. Потом мы видели, как он впервые ходит еще в носках по телу музея. То есть это ясно, что это вырастает наш человек, и в этом нет никакого сомнения. Этот самый младший из асов вообще совершенно восхитительное существо. И когда... Это правда, мы его обожаем. И когда мы сейчас во время пандемии с Кириллом и с Надей говорим в Zoom, обсуждаем очередной очень важный для всех нас с вами проект выставки, посвященный коллекционерам Михаилу Ивану Морозову, которую мы откроем вслед за фондом «Метон» 31 мая будущего года. Это будет очень сложный проект, который займет весь второй этаж нашего здания, и который абсолютно преобразит музей, перестроит его. Вот он тоже поручен как к архитекторам Кириллову и Наде, их младшему тоже ребенку, безусловно, потому что он будет с ними. А с другой стороны сидит Михаил Каменский, который представляет невероятную династию Каменских. Сейчас Миша сам расскажет про них. Но Михаил мой ближайший друг и товарищ, моя подруга, с которой мы обсуждаем все, что происходит в музее, и с которым я могу поделиться всеми теми вещами, которые намечаю в музее, потому что он не просто дитя музея, это человек, который вырос в музее в полном смысле этого слова. Сначала как маленький мальчик, а потом работал долгое время в Пушкинском музее, занимал очень важную должность и, собственно, впервые ее сформулировал, как мне кажется, да, Миша, как точку. И продолжает очень помогать нам своим присутствием, своими знаниями, своим доброжелательствием и своим очень тонким пониманием и чувствованием музейной ткани, которая очень специфическая. Чтобы не стать модератором, я быстро расскажу про себя. Никакой династии в моей жизни нет, в отличие, я про Платона не говорю, вы все знаете про его, про семью художников, которые он продолжает. У меня не было художников в семье совершенно. Я вообще выросла не в Москве, а в Одессе. И просто в интеллигентной семье, где принято было, чтобы ребенок обязательно ходил в театры, в музеи, учил английский язык и читал хорошие книжки. Собственно, этот набор, он неизбежно существовал. У меня просто повезло, что я выросла в изумительном городе, где были прекрасные музеи. Доехать до Москвы было не таким обычным делом. Я впервые оказалась в Москве только в 12 лет. Но в Одессе были очень хорошие музеи, первоклассные, по всем даже европейским позициям. И художественный музей с изумительной коллекцией, со своим лицом южно-русского искусства, которое там, собственно, произрастало живописное, и со своей замечательной коллекцией русского искусства, и со старыми мастерами, и с 20 веками, с уникальными вещами Кандинского, и Серебрякова, и многих других художников. В Одессе был музей западного искусства, что была большая редкость, естественно, нашей территории. Это был тоже первоклассный музей. Тогда мне это казалось естественным, что человек живет в городе, где существуют такие музеи с такими коллекциями. Но на самом деле это не общее место, и я знала все это наизусть, и ходила туда с детства, и была записана там, аж не кружки, и это определяет, конечно, какую-то структуру жизни. В Одессе был еще и существует изумительно археологический музей, который я всегда любила, очень и люблю сейчас, в котором и сейчас находятся замечательные экспонаты, связанные с историей греческой культуры на территории Одесского вот этого как бы большого конгломерата, и не только. И как образ этого музея по-прежнему моя любовь – знаменитые эскифские бабы, которые окружают его, и которые хранятся в его дворике. И первым местом моей службы был тоже музей, это был новый музей, в который я пришла еще, будучи студенткой Одесского университета и филологом, который назывался «Литературный музей», поскольку Одесса – город таких мифологем, и южно-русская школа в Одессе – это всегда была часть мифа большого. И я была у истоков этого музея, который начинался как невероятный бизионерский проект. Это был потрясающий опыт, я там занималась 20-ми годами, и сидя у окошка замечательного особняка Гагарина рядышком с Одесским бульваром и с оперным театром, смотрела в окно, и это окно выходило во дворик археологического музея, он был рядом. И в этом дворике просто лежали, не стояли, а лежали так редком, 22 скифские бабы, одна лучше другой. И это просто практически сон моей юности, они были так прекрасны, я их обожаю с тех пор, и с тех пор мечтаю, всегда, когда я их встречаю в разных местах, в Полтаве или в Киеве, или они есть в некоторых наших на территории русских музеев, которые вокруг степи, вокруг которых степь формируется. Это любимая из искусств на самом деле. Так что среда города, она, конечно, предполагала, что музей – это такой естественный кирпичик. Наверное, из этого все и выросло постепенно, без напряжения, без специальных заставляний, без усердного какого-то усердных прогулок все время. А это такая органическая, органичная жизнь человека, который растет просто в очень красивой среде культурной. Так что так все и складывалось. Мне нравится, что вы о скифских бабах, как о членах семьи, как о родственниках говорите. Мои родственники, да. Я когда их вижу, у меня просто бьется сердечко. Теплые чувства. Миша. Такая удивительная откровенность, которая для меня не то чтобы неожиданность, но мы не сговаривались. У нас не было сценария этой встречи. Тем не менее, я слушаю и понимаю, что все мои друзья, сидящие перед вами, говорят тут от чистого сердца и рассказывают то, что они чувствуют и думают. Я родился тут совсем рядышком, на улице, которая называлась улица Семашка, а теперь называется Большой Кисловский. Это там, где военторг. Представляете, я сейчас живу там. Вот. Это тоже определенный династический мостик, Марин. Но связь, династическая связь с музеем, она образовалась гораздо раньше, дня моего рождения, потому что автор этого здания, архитектор Клейн, Роман Клейн, был учителем моего деда. А мой дед, так же, как и вот мои коллеги и друзья Асы, он был архитектор, инженер-архитектор. И у меня хранится большая акварель, на которой написано моему любимому ученику Георгию Гуревичу от профессора Клейна. Это первый мостик к этому зданию. Второй мостик это мой отец Александр Каменский и моя мама, соответственно, Татьяна Каменская-Гуревич, который... Миша, вот так пойми, пожалуйста. Который, закончив отделение истории и искусства Московского государственного университета, исторического факультета, оба учились здесь в аспирантуре, учились вместе практически после войны поступив. Здесь укрепились их дружеские отношения с Ирина Санна-Антоновой. Антонова осталась, родители ушли в свободное плавание, но меня сюда носили, водили, возили с ранних лет, и для меня все эти элементы здания, они для меня родные. Вот этот, эта плитка на полу, я ее помню с раннего детства. Моими друзьями были рыбки матисовские, которые сейчас уплыли в связи со сменной экспозицией давно уже уплыли. Ну и потом Ирина Санна, когда встречала меня уже во взрослом состоянии, всячески проявляла ко мне свое внимание и доброе отношение, пригласив потом работать сюда. можно извините пожалуйста, я чуть-чуть прерву, наша техническая команда делает страшные глаза, микрофон лучше держать ближе к его верхней части, спасибо. Сколько микрофонов, столько и методов его держать. Короче говоря, это родное место, деды, родителей, я сам и запах музея рано утром, когда еще здесь нету публики, нету зрителей, это то, что я почувствовал в 98-м году, когда пришел сюда работать и это незабываемый новый, необычный запах музея, который больше ни в одном другом музее не встретишь. Поэтому к тому набору ассоциаций, который есть у любого человека, который сюда приходит смотреть, есть еще дополнительный вид ассоциации, такой вот обонятельный, который не решит никакая ковидная ситуация. Вот он связан с утренним музеем. Это сочетание запаха искусства из свежевымытых полов. Дети, ну вот старший мой сын стал ходить сюда, КВИ не выдержал, не доходил, а вот студии проникли в него со знанием тоже родства с музеем. И думаю, что вот мои два средние и младшие сыновья, они окунутся в эту атмосферу. Для них родство, близость 57-й школы, все это единый комплекс, комплекс ощущений, комплекс воспоминаний родителей. Это все династическое. Ну, буду развивать эту мысль дальше, а сейчас предоставлю слово Платону. Спасибо. Ну, так, в двух словах мы с моим братом, который, кстати говоря, тоже художник, вот, родились на перепуте двух семей художественных. Ну, папу, вероятно, знают больше, Франциска Инфанте, а со стороны мамы тоже мой дедушка, это художник-соцреалист Горюнов Петр Николаевич, он учился у Сергея Васильевича Герасимова, который, в свою очередь, учился у Коровина. Вот, так получилось, что даже моя супруга, художник, училась в той же школе художественной, что и учился мой папа, вот, что и учился я, и куда мы отдали своих детей. Вот, именно через эту школу, кстати говоря, мы познакомились непосредственно с музеем, об этом могу чуть позже, да, рассказать. так вот, такая художественная болота, значит, в котором мы вот все побулькиваем, вот, и края нету, и выхода из этого, слава богу, нету, вот, все мы, так сказать, в одной вот такой большущей лодке. Прекрасно, ну, теперь вы все понимаете, что то, что я сказала вначале про огромный интеллектуальный десант, вот он перед нами, это действительно не пять отдельных людей, а это целые, как бы, семьи и целые поколения, которые за ними стоят. Позволю себе некоторую нескромность и скажу два слова о династии, с которой происхожу я, потому что у меня тоже есть династия, она совершенно другого сорта, эта династия очень такая суровая, академическая, научная, у меня несколько поколений химиков за моей спиной стоят, и я в этом смысле, может быть, немножко отошла в сторону от своей династии, потому что я внезапно стала искусствоведом, но, к счастью, есть другие родственники, которые эту династию продолжают, но в моей семье, как это принято в лучших традициях про физиков и лириков, конечно же, всегда были и дома художественные альбомы, и всегда было принято ходить в музеи, и в театры, поэтому все равно это тоже как бы часть общей культуры. В связи с этим хочу задать вопрос нашим собеседникам сегодняшним, а была ли у вас вообще возможность, был ли у вас шанс не стать тем, кем вы стали? Не стать художником, не стать искусствоведом, не стать музейщиком, не стать архитектором? Или как бы профессия была предопределена вот этой династией и теми связями, которые были в ней заложены? Я могу сказать, поскольку я исключение из всего этого правила, у меня было масса шансов стать кем угодно, но ясно было, что они все были в поле гуманитарном, и тут не было выбора, потому что я с детства ярко выраженный гуманитарий со всеми достоинствами, недостатками того, что это было так и есть так. Все остальное нет, само собой, я продолжаю надеяться, что я еще смогу кем-нибудь стать. Все шансы. несмотря на мой в общем уже существенный возраст, я думаю, что почему бы и нет, может быть, пройдет какое-то время, я еще кем-нибудь стану другим, и это тоже будет интересно, и буду тут сидеть и что-нибудь рассказывать на эту тему. А у всех остальных, видимо, не было шансов. Вот сейчас узнаем. Я начну, да, от нашей семьи. У меня, мне кажется, не было альтернативы, притом, как бы сказать, ну просто в гнезде, в котором я рос, ну как бы были только такие возможности, хотя отец совершенно не хотел, чтобы я был архитектором, он мечтал, чтобы я был дирижером. У него это было просто и дефикс, и меня в детстве страшно мучили музыкой. Я музыку люблю очень, и как-то с удовольствием ее слушаю, но как-то вот исполнительское искусство мне совершенно не давалось. А ты пытался быть дирижером, нет? пианистом, но очень неудачно, довольно недолго, и как-то так сказать, надо было где-то еще в начальном таком периоде принимать какие-то, но я не принимал решения, дети, к сожалению, не имеют возможности принимать решения, но все-таки когда там возник разговор между музыкальной школой или художественной, я выбрал даже не художественную школу, а просто студию, в которую я благополучно и проучился много лет, и уже ну как-то музыка сама собой перешла в такое потребительское качество, вот, но папа очень переживал по этому поводу, потому что он сам хотел быть дирижером, его пленяла биография Вилли Феррера, дирижера Вундеркинда, который стал дирижировать большим оркестром в возрасте восьми лет, и ему казалось, что вот я сейчас вот маленький Женечка выйдет и симфонию Малера отмахает, как нечего делать, да, нет, не вышло, и в общем я не очень об этом сожалею, своего ребенка я особенно, и мы с моей женой особенно не мучили, а мы сейчас у него спросим, так ли это, но я просто, нет, если папа наставил на том, чтобы я занимался музыкой, то я ни на чем не настаивал. Да, я вырос в эпоху, конечно, когда все увлекались Бенджамином Споком, и там ребенок рос, естественно, все родители из круга такой уже богемной московской интеллигенции 70-х годов, да, и там дети, как трава, практически растут, хотя, конечно, в центре Москвы трава очень, растет не очень, вот, проблема в том, что архитектурное ремесло, как и художественное, на самом деле, это такая работа, которой люди занимаются, пенсии у нас не бывает, это как бы ты как начал, так и до самой гробовой доски только этим занимаешься, архитектор, ушедший на пенсию, это Оксимарон, вот, и все мое детство я наблюдал, значит, дедушку, который по советским нормам выйдет на пенсию, сидел дома и что-то чертил, у него была большая доска, очень красивые карандашики, линеечки, ну вот, картинки, и он сидел, что-то такое, тихонечко, дедушка работает, папа куда-то уходил с утра и возвращался куда-то вечером, а дедушка работал, откуда, откуда совершенно какой-то момент, что-то лет 12 меня спросили, чем я хочу заниматься, ну я хочу как дедушка, вот, и надо сказать, что ровно так это и выглядит, вот сейчас ребенок растет, вот я сижу как дедушка, и ровно тем же самым и занимаюсь, а папы нет, папы ходят на работу, папы, и на пенсию все не уходит, и не уходит. Ну, Кирилл, очень верно заметил вещь, на самом деле существует вот это, наверное, магия инструментария, я вот думаю, что если что-то и засасывает в профессиональном смысле, то вот это вот все, все, что окружает профессию, да, ну для художника, наверное, кисти, там, не знаю, какие-то запах краски, вот это вот все, а меня, так же, как и Кирилла, завораживали готовальни, там, вот всякие циркули, там, вот вся эта скобянка, которая сопровождает профессиональную работу архитектора, была очень важна, а еще к тому же, надо еще, вот, кстати, о династии, два слова добавлю, я вырос в доме, который построен по проекту моего отца, в сотрудничестве с академиком Рудневым и архитектором Мунцем, дом довольно приметный, вы, может быть, проезжая на автобусе по кольцу Б, его замечали, это на Садово-Кудринске, такой большой дом с арками, такой очень красивый дом, вот, и в этом доме верхний этаж заняли архитекторы, которые были бесквартирные, а вот построив этот дом, им выделили вот верхний этаж чердак, собственно говоря, мансарду, вот, что? Ну, Мунц тоже там живет, но дом Иаса не в меньшей степени, и в одной из квартир, одна из квартир была приспособлена под мастерскую академика Руднева, Льва Владимировича Руднева, в которой я проводил значительную часть времени, а что касается династии, то он мой крестный отец, хотя это было тайком, как бы совершено там в советское время, какое-то совершенно неподходящее для этого, для крещения, но тем не менее, вот крестный отец у меня, академик Руднев, и я в его мастерской провел значительную часть своего детства, и профессиональные свои, как бы сказать, такие тоже навыки приобретал там. По некоторой легенде, макет, там вот башня и шпиль Московского университета, сделаны по следам моей пластилиновой какой-то какашки, которую я там вылепил в мастерской у Руднева. Я, как человек, который сотрудничает с Евгением Асом, должен сказать, что все-таки твой папа, он был прав, потому что Евгений Ас очень хорошо дирижирует, правда, не оркестром, но если ты с ним оказываешься, в единотворческом коллективе, то чувствуешь его дирижерские задатки, очень хорошо реализуемые. Я должен сказать, что вот несмотря на то, что гнет искусствоведческой и архитектурной профессии в моей семье присутствовал, я всячески этому сопротивлялся. И довольно успешно. Я, конечно, ходил в музеи, но из-под палки. Это не значит, что я не получал удовольствия, бывая здесь, но все-таки системности никакой моя искусствоведческая семья и дедушка-архитектор не обеспечивали совершенно. Поэтому я предпочитал проводить время в дурных компаниях, арбатских дворах, и хорошо помню... Катя, зачем мы его позвали сюда? Вот, чтобы разбавить нашу интеллигентную компанию. Хорошо помню вкус медной гирьки, к которой мне заехали в драки в дворе. Вот здесь вот. Поэтому говорить о том, что вот моя судьба была предрешена только потому, что я родился в интеллигентной искусствоведческой семье, это, конечно, неправильно. И я искренне ненавидел художников и разговоры об искусстве, которые я все слушал, начиная с того возраста, когда я залезал под стол, и приходящие гости, они все исключительно были либо художники, либо искусствоведы. Ну, за редким исключением, там, предположим, это были музыканты или писатели. Это, знаете, вот просто вызывало дикое раздражение. И я от этих разговоров засыпал под столом, за которым родители выпивали и закусывали вместе со своими друзьями. И поступил я не на искусствоведческое деление, вот, а стал, значительно больше времени уделял, скажем так, синхронному переводу, зарабатывал очень приличные деньги. Но потом, уже где-то, когда мне исполнилось 24 года, я вдруг написал одну статью, потом другую, потом третью. И что-то во мне проявилось то, что было значительно сильнее моих вот таких вот, вот этого юношеского противления родительскому слову. И вот где-то с 24 лет я пошел опять вот как бы вот по искусствоведческой колее, несмотря на то, что вроде совершенно ничто не указывало на то, что вот мой путь, он вслед за отцом и за мамой. И я даже сам не понимаю, как я вдруг оказался в профессии, но оказался и уже шагу оттуда даже не пытался выйти. И в отличие от Марины, я не представляю себе никакого другого поля деятельности, хотя я абсолютно убежден, что в отличие от Евгения Асса, если бы меня определили музыкальную школу, я бы стал музыкантом. Может быть, еще не поздно. До сих пор чувствую, что вот скрипач из меня, может быть, получился очень неплохой. Я думаю, есть перспектива. Почему нет? Платон, был шанс не стать художником? Да, я детство свое начал с флейточки. Но, наверное, так сильно дудел туда, что мне врач сказал, типа, хорош, заканчивай, дуй слишком сильно. И родители такие, ага, отлично, все теперь ясно с ним. И, по сути, шансов у меня не было, так сказать, оказаться в другом контексте. Вот. Ну, то есть начали, так сказать, внедрять меня в художественную сферу. Но тут штука в чем, мне кажется, интересно. Отметить, что вот художественное знание, как таковое, оно вот так непосредственно от отца к ребенку не передается, как это ни странно. И это я знаю вот по своим детям, потому что, хоть ты им там, как бы, рассказываешь какие-то смыслы, да, художественные, которые тебя вдохновляют, он их не может непосредственно воспринять. Для этого нужен какой-то посредник. И этим посредником выступает, ну, в моем случае выступала академическая художественная школа, в которой учился, как вот я сказал, мой папа, папа моей жены. Ну, и там, я не знаю, Булатов учился и так далее. Знакомые люди вам, возможно. Это, ну, как бы, сфера академического рисунка, она, собственно говоря, и погружает тебя уже глубже, и, как сказать, ну, у тебя появляются какие-то корни, вот, в этой традиции. А дальше, когда ты уже проходишь эту школу, ну, как бы, твой выбор уже за тобой, потому что ты в более сознательном возрасте, и там ты уже можешь решить, как бы, хочу я дальше двигаться в этом направлении или не хочу. Спасибо. Кирилл сказал, что он не помнит, как он впервые оказался в музее, а я бы хотела, чтобы мы все-таки попытались вспомнить какие-то свои детские впечатления, не обязательно от Пушкинского музея, может быть, даже вообще не от музея, можно от театра, от какого-то такого культурного пространства, вот как детское какое-то впечатление. Я пыталась вспомнить какое-то свое, и вспомнила, как я в примерно там четырехлетнем возрасте ходила в художественную студию при Пушкинском музее, и вот у меня какой-то такой флэшбэк перед глазами, как мы там рисовали какой-то синий кувшин, к сожалению, история не сохранила это великое произведение, но я думаю, что оно было мощным, но вот этот синий кувшин почему-то мне вспомнился, никаких сопутствующих обстоятельств, только этот натюрморт с синим кувшином из Пушкинского музея. Может быть, есть какие-то у вас воспоминания похожего сорта? Ну, я бы не сказал, что настолько яркие, как синий кувшин в каком-то месте для занятия искусством. Я довольно ярко помню, как меня посетила оригинальная идея, что при помощи ручки можно прочерикать в куске бумаги дырочку, и при помощи таких дырочек можно сделать домик с окошками. Потом, украв у папы скотч, можно собрать из этих кусочков бумаги домик, стоящий на полу. В какой-то момент обнаружилось, что вся комната заставлена этими домиками. Оказалось, что ребенок сделал градостроительный макет. Это было, я не помню, в каком возрасте, но это довольно очень хорошо. Я помню само это ощущение, когда пройти негде, от того, что везде стоят домики с окошками. А из таких институционализированных мест потребления искусства, мне очень, как ни странно, помнится не пушкинский, а довольно поздно уже, надо полагать, зал на Большой Грузинской, наверное, где была какая-то выставка концептуалистов очередная. И там, значит, стоял Борис Орлов, там стоял, вот Орлов я хорошо помню, там такие большие были, эти матросы. Помню какие-то Стучебрюкова, какие-то железки. Помню Франциско-Инфанто, картинки были. Возможно, что это все было пять разных выставок, которые, а может быть, одна какая-то одновременно. Трудно сказать, может быть, мне был лет 12, 85-й какой-нибудь год, может быть, раньше. Значит, гораздо раньше, вот Евгений Викторский говорит головой. Он, может, помнит лучше. Но вот как-то современное искусство оказало на меня внезапно больше влияния, потому что, видимо, классическое искусство довольно естественно воспринималось, как бы так и надо. А когда что-то появлялось такое странное, оно оставило в голове больше отпечатков. Да, это интересно. Мы, значит, с самого начала испортили ребенка, стали вводить его на, значит, какие-то неправильные выставки. Нет, он, конечно, не все помнит. Я думаю, что в Пушкинский музей мы его тоже водили. Да. Но это не оставило такого сильного впечатления. Вот. Что касается меня, то я, наверное, здесь самый старший из присутствующих. Я помню, что в возрасте пяти, наверное, лет папа привел меня в Пушкинский музей, но вовсе не смотреть на прекрасную живопись, а на музей, выставку подарков товарищу Сталину. Вот. Я ее запомнил, как первое событие в культурной жизни. Ну, конечно, я, причем я не помню ни одну, ну, какие-то вещи там какие-то впечатлились в память, какой-то телефон. Кстати, как ни странно, лет, наверное, уже 15 тому назад я делал выставку «Дары вождям» в Малом Манеже, и все эти вещи как-то вдруг, как из сна, там, приплыли. Вот этот телефон с земным шаром, как-то он вдруг... Вот. Потом уже в каком-то возрасте, ну, более-менее зрелом, когда я уже искусство стало что-то означать, я вот занимался в студии, я довольно рано начал заниматься в студии, в студии при Доме архитекторов. Там была такая очень милая преподавательница Роза Моисеевна Рабинович. Она была сестра Исаака Моисеевича Рабиновича, который был театральным художником, тоже в династии, да. И она нас таскала вот в этом дворе, в итальянском дворике. Я очень хорошо помню, значит, я сидел и пытался нарисовать Давида в возрасте, наверное, лет восьми. Удавалось мне это не очень. Вот. Потом я... Мы ходили сюда все время. Вот и потом и Гатамилату пытался нарисовать. В общем, было связано как-то первое ощущение от Пушкинского музея, это какой-то совершеннейшей беспомощности. Ну, как-то вот тут люди вот как-то все умели делать, а я вот несчастный, совсем ничего не получается. Ну, это были важные уроки как-то постижения искусства. Вот. А потом уже, когда постарше стал и стал что-то такое понимать, ну, главным образом папа на меня влиял, потому что папа, ну, как-то он не очень, как я уже сказал, высоко ценил коллекцию старого искусства, но зато очень высоко ценил коллекцию импрессионистов и всего дальше. И поэтому он меня водил почти исключительно смотреть на импрессионистов и постимпрессионистов. Еще запомнилось мне... Да, и потом, конечно, вот это мне было уже лет, соответственно, 9, наверное, да, когда приехала Дрезденская галерея. Ну, не приехала, наоборот, уехала. Когда уезжала Дрезденская галерея, вот каким-то тайным путем, минуя очередь, и это я очень хорошо помню, меня затащили на выставку, и вот там, это все такая мифологическая была история, там какие-то вот Сикстинская Мадонна, вы видели Сикстинскую Мадонну, да? Не видели? Ах, ах, как же так, мы не видели Сикстинскую Мадонну. А Пентурикио мальчика вы не видели? Вы не видели мальчика Пентурикио, боже мой, какой позор и ужас. Значит, это вот как-то в юном возрасте для меня эти мифы были очень какие-то прямо... Там я слышу этот разговор родителей, и когда мы наконец уже попали сюда, значит, мне стали показывать, вот шоколадница, вот Пентурикио, вот Сикстинская Мадонна. Толпа была дикая, совершенно-совершенно не соблюдались никакие санитарные нормы. Пожалуй, что такой толпы в музее я не видел. Пожалуй, что вот это было первое такое столкновение с большой толпой. Потом только на футболе я такое встречал. То есть от толпы было впечатлений больше, чем от Сикстинской Мадонны? Ну, конечно, когда вам 9 лет, и вы попадаете маленький, а тут толпа, там все картин не видно. То, что я между где-то, между бедрами у людей там сную, как-то все это было... Дрезденская галерея произвела на меня такое впечатление, ну, как-то вот скорее литературное воспоминание. В продолжение расскажу, что музей, на самом деле, в продолжение того, что говорит Женя, музей — это не всегда впечатление, связанное с искусством. Музей — это в целом впечатление, потому что атмосфера дает это впечатление. И если мы взрослые люди, наполненные разного рода штампами, где имена, которые, как говорят, хороших художников, для нас очень важны, то когда сюда приходит ребенок, он ощущает вот именно то самое, о чем я говорю, атмосферу. Размер, размах, цвет, запах — вот все это такое волшебство присутствия. И не все музеи это дают, она же дает, безусловно. Я прекрасно помню, как даже важно не то, как я сама, а как своего маленького внука Матвея. Я привела сюда первый раз, и ему было чуть меньше трех лет. Мы шли по первому этажу, и часть пространств, комнат нашего музея, залов, тогда были в состоянии какого-то ремонта, реорганизации. Что-то было открыто, что-то было закрыто. И вот мы шли по музею, и какие-то две комнаты были закрыты, и проемы, то есть дверные проемы, не было дверей, дверные проемы были закрыты пленкой. Ну, видимо, чтобы, как мы это делаем, чтобы пыль не распространялась. И вот, представляете себе, маленький ребенок впервые попал в музей, где все это есть, да, вот все то, что нас окружает, большое впечатление, связанное еще с масштабом. И когда мы вышли, я его спросила, что, что тебя поразило больше всего, что понравилось? И он мне сказал, вот пленка, которая закрывала дверь, ведущая в тот зал. И это по-настоящему так, потому что, наверное, за этой пленкой было что-то еще более волшебное. Не то, что он видел, он не мог туда попасть. Но был свет, пленка просвечивалась, луч света падал на нее, она была матовой, и там что-то было за ней. Поэтому музей дает вот все эти неосознанные впечатления, иногда связанные с присутствием. И это большая редкость. Поэтому сейчас, когда мы живем в таком странном состоянии полутюрьмы, где мы закрыты, и наши потребности очень регламентированы, большое счастье, что все-таки оставили музеи и театры открытыми, пусть даже с системой вот этих ограничений, которые существуют. Потому что у нас есть возможность просто прийти сюда, у всех нас, да, и у наших детей. И днем, я очень волновалась, музей переполнен, очень много людей. И если первые два дня все скрипели и как-то были в дурном расположении духа, понимая, что кто-то попадет, кто-то не попадет, сейчас все это ушло, на самом деле. Просто очень много людей приходят сюда именно за этим впечатлением, за этой дверью, которая где-то закрыта пленкой. Я думаю, что это не менее важное, чем знакомство с каким-нибудь шедевром, который мы обладаем. У меня ассоциации с музеем вообще связаны не с этим зданием, а с тем замечательным особняком, который от вас по левую руку и сейчас недоступен. Но вообще, когда-то это было место, где устраивались замечательные выставки графики. Назывался Дом Верстовского, и собрание графики музея там регулярно показывали в очень небольших помещениях. И показывалось там, собственно говоря, не только и не столько классическое наследие западного, западноевропейского искусства, а показывали иногда художников, которые, в общем-то, не очень были разрешены к показу. И вот там были выставки Фалька, Тейшлера, такие небольшие, эксклюзивные, как мы сейчас бы сказали, полузакрытые выставочные проекты. И я помню, что люди, которые там были в качестве гостей и в качестве хозяев, это все были люди, которых я когда-то встречал у нас дома. Это все были близкие друзья. Это были соучники, родители по университету, это были сотрудники музея, которые приходили к нам в гости. И я ощущал себя в доме Верстовского как в каком-то филиале своего родного домашнего пространства. Вот это вот сочетание домашнего музея и музейного дома – это уникально. Это то, чем я, наверное, могу гордиться, то, что мне подарила судьба. А вот из каких-то таких острых моментов эмоциональных, которые у меня ассоциируются с музеем с детства, это тоже такое, в общем, не очень хорошо меня характеризующее событие, открывалась выставка Матисса. Родители мне строго-настрого сказали, чтобы я явился, обязательно пришел на вернисаж. Я пошел гулять, а потом вспомнил и прибежал на вернисаж прямо вот с прогулки. Мне было тогда лет, наверное, 7 или 8. Я пришел, все, меня встретила мама. И говорит, как ты мог прийти в музей в резиновых сапогах? Тут я понял, что в самом деле я очень сильно отличаюсь даже от детей, которые тоже там были вокруг меня, потому что все были как-то одеты, специально, торжественно. А я был в высоких таких, знаете, черные такие сапоги, глянцевые, прямо резиновые. Я пришел с прогулки. Но сейчас я думаю, что вот этот вот тезис о том, что это мой домашний музей, это как раз только подтверждает то, что я к музею относился как к чему-то очень родному, близкому. И не стеснялся, и вообще об этом даже не задумывался. А вот еще один момент. В этот момент, когда привезли с Тарой Немеринсан на Мону Лизу, я учился на втором курсе. Попасть было нельзя. Огромная очередь, чуть ли не до метро. Я попросил маму, чтобы она помогла всем моим соченикам сюда пройти. И вот группа, там, наверное, человек 15 было у нас. Мама договорилась с Ирина Немеринсаной. И нас пропустили без очереди, без билетов. Вот я очень тогда гордился этим чувством семейности, семейственности, и музейности, и домашности. Спасибо. Интересно. Бывает так, что, когда ухаживаешь за любимой девушкой, частенько, значит, есть возможность повезти ее в прекрасный Пушкинский музей и, так сказать, оказаться в исторической и романтической, значит, атмосфере. У меня такого козыря не было, потому что для нас, учеников художественного, значит, академического лицея, Пушкинский музей, это был своего рода такая вахта, вот, где надо было, ну, практически ежедневно, если речь о практике, рисовать, ну, не знаю, часа по 4, по 5, по 6 в день. То есть, нами тут, как сказать, пережито очень много образов, начиная там с Египта, средневекового зала Лаокаона, с его хитросплетениями, которые, конечно, до сих пор вот у меня сейчас в голове, как что-то такое сложная задача. Mission Impossible, вот, Давида того же и многих полотен, которые нам надо было копировать, вот. Но это все действительно сделало музей такой, я бы сказал, ну, природой, что ли, так скажем. То есть, если первая природа – это, да, ну, вот леса, поля и реки, то вторая – это, ну, все, что сделал человек, все, что, ну, город, но вот музей в этой второй природе, он имеет какой-то лично для меня какую-то особенную теплоту. То есть, сюда, ну, как бы приходишь греться, так скажем, да, вспоминая свои какие-то опыты из детства, именно трудового опыта. Вот, собственно говоря, вот такое послание. Прекрасно. На самом деле, ужасно интересно вас всех слушать, потому что получается, что у каждого какое-то свое ощущение, даже на уровне каком-то тактильном, да, где у кого-то тепло, у кого-то там, не знаю, вахта, да, что-то более жесткое и так далее. А какое ощущение от музея вам хотелось бы передать, а может быть, вы уже передаете вашим детям, внукам, какому-то следующему поколению? Может быть, есть какие-то советы, как увлечь ребенка? А может, не надо его увлекать? Может быть, его надо оставить в покое и вообще не заставлять его ходить в музей? Вот как сделать так, чтобы следующие поколения, пусть они даже, может быть, не будут ходить в музей, но пусть они любят искусство? Как этого добиться? Есть ли какие-то советы? Не могу сказать, что этот совет вообще работает, но когда все вокруг прекрасно, надо просто, чтобы все было вокруг прекрасно. Тогда человек привыкает к прекрасному, а его к нему тянется, предположительно. У меня, во всяком случае, такой опыт. Что бы я хотел подарить для ребенка, это вот то чувство, которое я испытал на монтаже Щукина, когда ты сидишь на полу, вот на этом вот террасовом, не здесь, а наверху, а вокруг стоят полотна, ну, например, импрессионистов или там Матис. И ты на них смотришь просто. Они стоят, а ты сидишь. А там какие-то люди их носят, поднимают. Конечно, правее подвиньте. Ну, нормально, как вы думаете, Алексей? Хорошо? Ну, вешайте. Если ребенок будет в этот момент тоже ползать по этому же полу, я думаю, что это будет лучшее, что он может пережить, хотя он даже вот это не запомнит никогда, но это чрезвычайно ценный опыт, по-моему. То есть преодолеть какую-то вот эту границу невидимую между нами и шедеврами, условно? Ну, да не всем детям повезет присутствовать на монтаже выставки из коллекции Щукина, сидеть на полу в музее. Моему внуку в этом смысле сильно повезло. У него еще много выставок, он уже на многих уже посидел, еще у него тут и Морозов, но я его еще приглашу на свои какие-то выставки. Но, если говорить, так сказать, в общем, мне кажется, что как-то музей, как институция, сильно изменился с тех пор, когда вот я приходил сюда маленьким ребенком. Да, это был какой-то совершенно такой отдельный мир. Но, во всяком случае, вот того, что происходит сейчас, нельзя было вообразить. Был какой-то совсем другой режим деятельности музея. Это было что-то такое очень эксклюзивное, очень оторванное, в известном смысле противоположное жизни. Ну, во всяком случае, в советское время мне всегда казалось, что вот Пушкинский музей, Третьяковка, это какая-то вообще жизнь отдельная. Потом это стали уже там выставки какие-то современного искусства, которые тоже были еще более отдельными, хотя они были связаны с реальностью, с его актуальной. Но вот эта вот отделенность музея от повседневности была какой-то важнейшей частью музейного, музея как института. Сегодня, мне кажется, что музей не отделяется уже от повседневности в таком смысле, про который я говорю, он становится каким-то естественным продолжением этой повседневности. Вы втянуты в музейную жизнь, вы можете здесь вот прийти, послушать какие-то разговоры, в общем, необязательные совершенно. И это тоже часть музейной жизни. И в дальнейшем, мне кажется, что музей будет двигаться в этом же направлении, как-то он будет срастаться с повседневностью. Поэтому там не случайно устройство каких-то выставок то в метро, то еще где-то, когда это превращается, искусство как бы расползается по повседневности. Что, конечно, совершенно не исключает заповедности этого места, такой необязательной заповедности, но все же какая-то у него, мне кажется, немножко другая, другая функциональная сейчас, как бы статус немножко изменился. И вообще, понятно, что в цифровом мире, в мире, когда там, не знаю, весь, там многие музеи выложили полностью свои коллекции в открытом доступе, значит, это понятно, что это не музей, но искусство-то все-таки, как бы информация поступает, да, и здесь, мне кажется, уже начинается другая проблема, это как бы, так сказать, проблема подлинности, да, то есть что на экране, то, что на экране, это все еще ванейка или уже нет, и можно ли к этому относиться точно так же, как к музею. В общем, это, как-то, не знаю, будущее музеев довольно, мне кажется, сложная дискуссия, не мне советовать, но я рад, что мне приходится все-таки время от времени, действительно, так же, как и Кириллу, развешивать картинки в музее и радоваться тому, что, там, вот, я, например, знаете, такая необязательная гордость, но вот выставка Айвазовского, которую мы делали, самая оказалась посещаемая за всю историю Третьяковки. Вот, я не знаю, я тут больше серого, да, я тут ни при чем, а Айвазовский виноват, но все-таки какое-то, испытываешь какое-то удовлетворение от этого странное. Полслова еще по поводу детей, это, я все хорошо понимаю про российскую ситуацию, но мало что так прекрасно, как когда ты идешь по Лондону, а потом из-под дождя сворачиваешь национальную галерею и просто идешь. Не оставляешь никакого пальто, не покупаешь никакого билета, никакого забора, просто идешь и смотришь на Ван Рейка, потом выходишь и идешь дальше. И эта возможность для ребенка не меньше, чем для взрослого. Это такое, в рамках изменения будущего, музея будущего, Национальная галерея нам показывает некоторый пример того, как оно могло быть хорошо. Кстати, в дополнение к этому еще, да, еще полуслова, все-таки заметна очень разница в функционировании европейских музеев и российских музеев. Дети на полу музея – это норма любого европейского музея. Всегда. Здесь, но там уроки просто. Меня потрясло, там, не знаю, в Штедлихе… Вот можно я скажу просто, поскольку у нас все то же самое, просто я не знаю, видимо, Жень, ты не ходишь в музей, просто все то же самое уже давно, поэтому я даже не понимаю, почему у них там здесь то же самое. Точно так же уроки здесь на полу не видел, да, ну хорошо, просто с утра до вечера. Да, да, простите, простите, да, все тогда прекрасно, поздравляю. Нет, просто мы забыли, что прошло время, и с тех пор, когда мы ездили, восхищались тем, как происходит что-то где-то, все то же самое происходит здесь, только больше. Например, моя коллега Наташа Гомберг, которая занимается тем самым клубом Кьюи, который когда-то был маленькой масонской ложей, где училась 50 детей, сейчас в Кьюи, только в значительно более широком масштабе образования, 450 человек. И когда она рассказывает об этом, находясь на стажировке в МОМе, в Нью-Йорке, они говорят, нет, девушка, видимо, вы плохо знаете язык, наверное, не 450, а 45. Нет, 450, а постоянно обучаются в Пушкинском музее, постоянно, то есть ходят 7 раз в неделю, полторы тысячи человек, мальчиков и девочек, каждую неделю, пять раз в неделю, и так далее. Просто цифры растут, дети растут, они лежат на полу, они сидят на перилах, они ведут здесь экскурсии с 9 до 11 лет, два раза в год они становятся нами, такого нет нигде, ни в Стеллике, ни в Лондоне, просто нигде. Просто мир изменился, очень сильно. Музей уже давно не храм, он давно уже дом, дом, куда ты хочешь не просто приходить, а где ты живешь, и чувствуешь себя любимым, и ты можешь валяться где угодно, и учить, что хочешь, и тебе не будут рассказывать просто, что на картине изображено, видите, здесь солнце, здесь лес, а вот тут машинка стоит, внизу. Ну так раньше водили экскурсии, все мы. И иногда водят по-прежнему. Просто мы живем время, когда детей научились уважать, и готовы слышать их мнение, и это норма, музеи другие, и для того, чтобы ребенок пришел в музей, его нужно уважать просто, и давать его чувствовать себя здесь своим, со всем тем, что музей несет, хорошим и плохим, разным. Вот и все. И тогда будут все ходить дети в музей, и радоваться тому, что они вместе с нами открывают его, закрывают его, говорят о нем, пишут о нем, рисуют комиксы, о нем же, придумывают игры ДНД, которыми сейчас все заняты, тоже про музей, просто потому, что это их дом, им здесь классно. Вот и все, больше ничего делать не надо. Конечно, ощущение музея, как своего дома, оно возникает только через тактильность, через непосредственный опыт, точно, что не через интернет, не через блокчейн технологии, это тоже очень важно, это как бы, особенно в период пандемии, другого нет пути, но это лишь эрзац. Я точно совершенно убежден, нет такого ребенка, который полюбит Пушкинский музей или Третьяковскую галерею, только потому, что он, Судрадонович, сидит в интернете и смотрит все, что выложили музеи для того, чтобы посмотреть. Но вот в московском сообществе, я думаю, в любом другом, есть понимание, что музей, пойдем в музей, это Пушкинский, а галерея, это Третьяковская, точно совершенно не галерея Шилова и точно не музей Глазунов. Когда говорят, музей и галерея, это наши любимые музеи. И это ощущение родного, знакомого, тактильно узнаваемого здания и его коллекции, и его сотрудников. Плац, у нас есть какой-то рецепт, который можно добавить к этому? Рецепт? Ну, вот я могу на своем опыте сказать, что одно из очень продуктивных, один из очень продуктивных методов знакомства с музеем, это какая-то творческая задача на тему музея. Вот я очень благодарен за возможность сделать тизер для Пушкинского музея на, уже забыл, 120-летие, да? Нет, это многовато было. 102-летие? 105. 105-летие, вот. Ну, как бы поставилась задача сделать просто имиджевый ролик про музей, про его коллекцию. И вот очень сложная задача. Надо было сконструировать в один ряд все эти великолепные произведения искусства, все эти шедевры. И, ну, вот я, например, нашел такую метафору, как точка зрения. У меня глаз равно точка. И вот точки путешествуют с одной картины на другую, как бы вот сплошняком через весь музей. И вот такая работа, она открывает как бы новый ракурс вообще на музей. Вот теперь для меня музей, это не просто, ну, какая-то, да, статичная фигура. Это динамика каких-то пронзающих взглядов, которые идут с картины на картину, которые как бы закреплены в виде самой картины, как взгляд самого художника. То есть ходить, теперь мне по музею, стало гораздо интереснее. Я думаю, что то, например, чем занимается школа при музее, да, Мусион, да, она называется, правильно? У нас много разных школ. Да, в том числе Мусион, да, детский центр. Что подобные творческие задания тоже есть, да, для детишек. Я думаю, это одно из лучших, один из лучших методов вот проникнуться, пропитаться духом музея. Чудесно. Спасибо большое за ваши советы. У нас есть еще буквально пара минут, чтобы взять вопросы из зала. Если они есть, поднимайте, пожалуйста, руку, мы вам передадим микрофон. Можете поделиться какими-то вашими воспоминаниями или приемами по общению с детьми в Пушкинском музее. Если вопросов нет, тогда мне остается поблагодарить всех наших участников за этот прекрасный, очень душевный, очень теплый разговор. Я благодарю наших переводчиков на русский жестовый язык. Я благодарю нашего партнера компанию LG Signature и всех наших зрителей. Встретимся через неделю на очередной дискуссии нашего цикла. Спасибо большое. Спасибо.